2 сентября в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка «Осталась память о войне», посвященная событиям Великой Отечественной войны. Проект включает в себя подлинные экспонаты из фондов музея-заповедника. Это оружие, документы и награды, личные вещи и письма, боевые листки и живописные полотна. Центральным экспонатом выставки является карта боевого пути гвардии сержанта Егора Максимовича Коршунова. Урожанца поселка Олексинске Шиловского района. Рискуя своей жизнью, он проделывал огромное расстояние за 12 дней без единой поломки, перевозя боеприпасы и различные материалы для постройки укреплений. Он награжден медалью за отвагу и орденом Красной Звезды. С самого начала и до конца он прошел войну, был призван в июле 41-го, в апреле 45-го закончил свою войну и прошел боевой путь. Он был шофер в звании гвардии сержанта от Курска до Берлина. Здесь карта как раз. Вероятно, после войны вручную карандашами на длинных, сшитых черными нитками листах он нарисовал эту карту. В складном виде она у нас хранилась и вот сейчас демонстрируется в витрине. А чтобы увидеть ее всю, мы сделали большую копию. Представленные музейные предметы охватывают весь период войны с 1941 по 1945 годы. Здесь можно увидеть необычную фронтовую газету для немецких солдат. Издание призывало гитлеровцев сдаться в плен. Ее автором был Александр Житомирский. Он создавал множество иллюстраций, служившим важным средством пропаганды среди солдат противника. Он как бы сам лично разговаривает с немецким солдатом и попросту убеждает его в необходимости сдаться в плен. Вот в этой губительной вообще войне ему делать нечего. Вернись в семью, тебя ждет невеста и так далее и тому подобное. То есть это была агитация против фашистских солдат, против командования, скажем так, немецко-фашистского. Солдаты, читая ее, могли сдаться в плен, причем сама газета служила им пропуском. Там была обязательно пометка. Различными способами ее доставляли через линию фронта. Могли скинуть самолет перелетевшим, могли выстрелить из миномета пачкой газет. На выставке также представлены вещи и документы сотрудников Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, чьи родственники прошли Великую Отечественную войну. В этой витрине демонстрируются вещи и документы, награды моего прадедушки, Пономарева Марка Петровича. Родился он в селе Подвислово Аряжского района в 1902 году. В январе 1941 года он был зачислен в ряды Красной армии. А уже в 1942 году он служил в 314-м гаубичном артиллерийском полку в должности сержант. Достоин двух наград. В 1943-м медаль за боевые заслуги, а в 1944-м медаль за отвагу. Выставка «Осталась в память о войне» будет работать во Дворце Олега до 20 октября. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Спасибо.